Без хлеба да без каши ни во что труды наши, утверждали предки. Сегодняшняя встреча даром не пройдет, ведь мы научимся готовить традиционное русское кушание. А поможет нам умелая хозяйка, шеф-повар русского ресторана Елена Петренко. Здравствуйте! Здравствуйте! Русскую кухню Елена полюбила с детства. Она мечтала стать поваром, наблюдая, как бабушка готовит традиционные шаньги и пироги с разными начинками. Дед охотился и рыбачил, значит в доме всегда были свежие продукты. А кто однажды полюбил вкус приготовленной в русской печке еды, никогда своим привычкам не изменит. Вот и Елена не стала. Выучилась на повара и уже 22 года кормит людей отменными лакомствами, предпочитая традиционные русские рецепты. Сегодня я буду готовить русское блюдо, называется полба с кедровым орешком да овощами. Какие продукты для этого нужны? У нас используется лук-морковь, основной продукт это полба, тыква, телятина молодая, кедровый орех, мука, зелень. Это у нас получается чистое зерно. Его нужно приготовить для приготовления. Его нужно замочить. В теплой воде, да и оставить в таком виде на 12 часов. Сделать это лучше с вечера, а на следующий день приступить к приготовлению каши. Берем морковь и лук, нарезаем мелким кубиком. Туда же нарежем предварительно отваренную тыкву и сырую телятину. Мясо крупными кусочками, не мельчим, ведь на Руси ели добротными порциями. Нам нужно все ингредиенты слегка обжарить, довести до вкуса. На каком масле? На топленом сливочном масле. Обжариваем до золотистого цвета, но не пересушиваем продукты, им еще томится. Сейчас мы будем готовить кедровое молоко. Мы берем 50 миллилитров воды кипяченой, добавляем кедровый орех и начинаем пробивать. Нужно пробить до однородной массы. Вот у нас образуется молоко. Мы его пробиваем и будем добавлять, когда у нас будет вариться наша колба. Затем нам нужно это все процедить. Чтобы получить нежный ореховый вкус, достаточно пары чайных ложек на порцию каши. Елена, а за что вы любите русскую кухню? Корни мои русские. И моя бабушка приучила меня в детстве готовить по-русски. У нас был частный дом, и она готовила в русской печи. Но вот самые главные особенности русской кухни в чем? Самое главное – это душа. Русская душа. Поговорив по душам, начинаем раскатывать тесто обычное, ржаное, с добавлением масла. Им будем накрывать горшочек, в котором томится каша. Замоченную крупу отправляем в посуду, заливаем говяжьим бульоном. Туда же добавим обжаренные овощи и мясо. Томить будем 50 минут при температуре 180 градусов, периодически помешивая и подливая бульон и кедровое молочко. Крышечку из теста мы есть не будем. Она нужна, чтобы каша лучше протомилась. Наша каша готова. Открываем. Посыпаем кедровым орешком. И зеленью. Кашу кушать будем с хлебом и с аппетитом. Наш хлебосольный русский стол удался на славу, так что осваивайте рецепты традиционной русской кухни и услаждайте черева. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!